Восемь утра по местному времени вся страна приступила к голосованию. Выборы президента Российской Федерации 2024 года начались. Главное политическое событие страны продлится три дня, чтобы каждый смог принять участие в судьбе своего государства. К выборам президента в Химках подготовили 119 избирательных участков. Пункты для голосования есть в каждом микрорайоне округа. Работа на уиках отлажена. Организована таким образом, чтобы люди не толпились в очередях, желающих отдать свой голос за будущее страны тысячи. Проголосовать всем коллективом решили сотрудники МКБ «Искра», а вместе с ними и руководитель предприятия, почетный житель Химок Владимир Сорокин. Все почему-то думают, что один поле не воин, там где-то в стороне. На самом деле каждый голос, это вообще говоря выбор человека, что мы будем делать, как мы будем дальше развиваться. Поэтому высказать свое мнение, я думаю, что это просто обязанность каждого человека, который трудится и живет в нашей стране. Впрочем, внести свой вклад в будущее страны можно и не приходя на избирательные участки. У всех граждан России есть возможность сделать выбор с помощью дистанционного электронного голосования. Именно такой способ выбрал директор МКБ «Факел» Виктор Доронин. Это очень удобно, потому что из любого места не нужно никуда идти. Буквально в домашних условиях можно было это сделать. Каждый имеет возможность проявить свою гражданскую позицию, приняв участие в выборах. В выборах будущего президента участвуют все, в том числе и члены политических объединений городского округа. Каждый человек может выбрать время удобное для того, чтобы прийти на участок. Всех вас призываю к этому, для того, чтобы мы могли определить судьбу нашей страны. На участок пришел и председатель молодежного парламента Максим Кураков. Я проголосовал на выборах президента, потому что считаю, что для нас, для молодежи, очень важно выразить свое мнение. Ближайшие три дня станут по-настоящему определяющими для нашей страны. Потому, считает депутат областной думы Михаил Раев, оставаться в стороне не должен никто. Сегодня мы голосуем за судьбу своей стороны, за свою судьбу. За эти шесть лет, именно от нашего выбора зависит, как эти шесть лет будем жить и как будет развиваться страна. Выборы президента Российской Федерации в городском округе проходят в штатном режиме, согласно всем правилам прозрачности и легитимности. За порядком следят наблюдатели и сотрудники правоохранительных органов. Нарушений ни со стороны порядка, ни со стороны избирательного процесса нет. Нина Липанова, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.